Это новости спорта. В студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте. Юрий Аникеев собрал полный комплект наград на чемпионате Европы по шашкам 100, который завершился в итальянском Кьянчана Терми. Чемпионом харьковский гроссмейстер стал в Блице. В 9 турах он набрал 14 очков и опередил Яна Грандейка из Нидерландов по дополнительным показателям. Серебряную медаль Аникеев добыл в мурском командном турнире, бронзу завоевал в быстрой игре. Александр Шариков продолжит выпуск. Увидеть Париж и проиграть. Во втором туре группового этапа женской футбольной лиги чемпионов Жилстрой-1 встречался в столице Франции с Парис-Сен-Жермен и потерпел поражение 0-5. Три мяча харьковчанки пропустили в первом тайме. Автором хит-трика стала форвард, хозяева сборной Канады, олимпийская чемпионка Джордин Уиттема, которая забила на 25, 32 и 42 минутах. После перерыва по одному голу провели Паулина Дудек и Леа Хелеси. В другом матче группы Б Реал разгромил в Мадриде с аналогичным счетом 5-0 исландский Брейдаблик. ПСЖ и Реал имеют по 6 очков, Жилстрой-1 и Брейдаблик, соответственно, ни одного. В польском Катавице состоялся 26-й чемпионат Европы по традиционному карате версии Всемирной Федерации Фудакан. Это современный и относительно молодой стиль, в котором кихон, ката и кумите имеют практически равноценное значение. В поединках же в особой цене победа одним решающим ударом, чтобы сразу и на повал. Харьков на Евро представляли 6 спортсменов, которые общими и индивидуальными усилиями завоевали 19 медалей. 7 – золотых. Виктория Соколова и Валерия Пескун стали двукратными чемпионками континента. Соколова была сильнее и умнее в кумите и там и сиваре – разбивании предметов. Пескун победила в личном и командном кумите. Также в ее активе 3-2 и 1-3 место. Андрей Жихарев, продемонстрировав высокий уровень, перенствовал в като-кабудо. Это демонстрация техники. Полина Иванчук и Анастасия Пустовита золотились в командных баталиях в кумите. Кстати, всего Пустовит выиграла 5 медалей. Под стать своим ученикам катавица выступил руководитель Украинского отделения Всемирного союза традиционного карате Юрий Повх. Он стал бронзовым призером в като-кабудо и разбивании предметов. В Браварах триумфом харьковчан завершился чемпионат Украины по комбат-защите ИСО. Сборная Харьковской области, составленная из воспитанников спортивных клубов «Мастер Олега и Ольги Галищевых» и «Победа» Андрея Севрюкова, одержала общекомандную победу. В споре за лидерство харьковчане обошли хозяев главного национального турнира, представляющих Киевскую область. Замкнула тройку лучших одесская команда. Чемпионат собрал внушительный состав 490 участников из 20 регионов, которые рубились за места на пьедестале и путевки на чемпионат Европы в пяти разделах. Тай-комбат, К1, лоу-комбат, фулл и фри-бокс. Выбор богатый и такое многообразие позволяет проявить себя спортсменам разных стилей, направлений, школ и видов, единоборств. Харьковские бойцы спокойно с самого начала взялись за дело и добыли в броварах 32 золотые, 9 серебряных и 5 бронзовых наград. 8 спортсменов из клуба «Мастер» стали двукратными чемпионами. Алина Галищева, Антон Бровяков, Андрей Боннера, Дмитрий Гелюто, Тимур Галищев и Денис Майстренко в К1 и лоу-комбат. Илья Валиулов и Камила Калашникова в К1 и тай-комбат. Матвей Ладанов, представляющий победу, доминировал в трех разделах – тай, лоу-комбат и К1. Его одноклубник Владимир Щербаков дважды поднимался на высшую ступень пьедестала. Чемпионат Европы по комбат-самозащите ИСО пройдет в декабре в Венгрии. Харьковские шоссейники выиграли две серебряные медали на чемпионате Украины в гонке «Критериум», который завершился в Одессе. Валентин Кабашный и Анастасия Ивко заняли вторые места в юниорской категории. По итогам двух этапов воспитанники Андрея Дубинина опередили своих ближайших соперников в общем зачете на 10 очков. Лидерам уступили по 90 баллов. В элитной группе Алина Богдан заняла в «Критериуме» девятое место. В Черновцах стали известны окончательные итоги Кубка Украины по велоспорту BMX в Олимпийском рейсинге. Ведущие спортсмены проехали заключительный пятый этап, который определил победителей призеров в шести возрастных категориях. В элитной группе на победу претендовали два купинских велосипедиста – Владислав Сапожников и Александр Щербак, имевшие по 74 очка. Сапожников выиграл финальный этап и возглавил общий зачет. Щербак, финишировав вторым, уступил своему титулованному земляку три очка. Семь кубковых трофеев спортсмены сборной Харьковской области завоевали в юношеских категориях. Победителями стали Антон Печенежский, Артур Орешкин, Максим Сытник, Максим Черемской, Егор Калинин, Екатерина Шудько и Алиса Кромаровская. На молодежном чемпионате страны в рейсинге, который также проходил в Черновцах, харьковские и купинские экстремалы выиграли одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Чемпионом стал Щербак. Заключительный старт национального сезона по велоспорту BMX чемпионат страны в неолимпийском классе Cruiser состоится в конце октября в Купинске. Гонбольный клуб Хаиф и ГХО победно начал новый сезон. В стартовом туре чемпионата Украины в мужской высшей лиге харьковчане дважды одолели суммы. В первом матче они забили до перерыва на два мяча больше – 11-9. Во второй половине продолжили наращивать преимущества и победили со счетом 25-19. По схожему сценарию развивались события и в повторном поединке. Подопечные Нелли Каноненко владели инициативой на протяжении всей игры и в итоге завершили ее с перевесом 8 мячей 29-21. Разыгрывающий харьковской команды Андрей Абрамов провел в двух встречах 19 голов. В выездном успехе Хаиф и ГХО сказался и опыт самых возрастных игроков нынешнего чемпионата, 46-летнего чемпиона мира среди ветеранов Виталия Кроленко и младших на год Александра Симакова и Вениамина Крылова. Они не только мотивировали молодежь, но и голы исправно забивали. Особо отличился Кроленко, который в каждом из матчей записал в свой актив по два результативных броска. На будущей неделе харьковские гонболисты проведут два домашних поединка против полтавского клуба «Динамо Академия». На этом спортивный блок окончен. Удачи вам, хороших новостей и будьте здоровы! КОНЕЦ КОНЕЦ